Видео создано при поддержке информационного портала oldgames.ru Путеводителя по старым играм Ссылочка на ресурс в описании Начало 2020 года Помимо всяких ужасов в лице пандемии, очередного обвала рубля и... Бог еще знает чего принесло нам, старым фанатам принца Персии, надежду То тут, то там начали всплывать различные слухи Мол, серия оживает, Ubisoft начала работу над новым проектом И что я могу вам сказать Да, принц и правда вернулся Однако, совершенно не в том виде, в котором мы ждали Ведь словно пытаясь подражать Valve Юбики анонсировали The Dagger of Time Очередную часть принца в Ви-А-ре Ммм, да Впрочем, сегодня речь пойдет не об этом Сегодня мы хотим погрузиться в древнейшую древность Почти такую же древнюю, как я сам Речь пойдет о самой первой игре серии 1989 года С простым и незамысловатым, безо всяких подзаголовков, названием Prince of Persia Пёржа-пёржа, чё вы так ржете, как будто первый раз услышали Именно так и произносится название на английском Мы уже говорили об этом в Волде, Prince of Persia 3D Вот ссылочка, кстати, гляньте Но так и быть, насиловать ваш слух больше не стану Буду произносить как-нибудь Более нейтрально Итак, как уже было упомянуто ранее, на дворе шел 89-й год Джордан Мэкнер, еще во время учебы в универе, отметившийся игрой каратека Наконец-то завершил долгий путь длиной почти в 4 года Закончив разработку новенькой игрушки Prince of Persia Работа над игрой началась практически сразу после окончания его учебы Каратека зашла народу довольно неплохо и даже приносила кое-какие дивиденды Джордану Отчего первой же мыслью было сделать сиквел игры Но вот беда, тематика стала абсолютно неинтересна юному творцу Зато, как раз в ту пору Мэкнер увлекся сборником сказок Тысяча и Одна Ночь И подумал, что мол, тема-то интересная А что если попробовать сделать игру по мотивам этих сказок? Тем более, что визуальный ряд, ну, архитектура зданий с характерными формами элементы одежды и так далее Все это довольно легко и узнаваемо можно было реализовать на слабых машинках того времени Да еще и фильмы про Индиану Джонса сделали свое дело Вот со всеми этими заброшенными древними строениями и прочим Короче, вооружившись ки по идее и боевым запалом, Мэкнер пошел штурмовать издателя Который помогал ему с его прошлой игрой Немного покривив носом, издатель согласился В основном потому, что ему ничего это не стоило Джордан даже не просил зарплату за свою работу Они договорились всего лишь на процент от продаж с будущей игры Юному разрабу было важно, чтобы кто-то помог распространить продукт его творчества Без издателя в те годы это было, мягко говоря, крайне проблематично И вот, заручившись поддержкой, он приступил к работе И сразу стоит сказать, что делать очередной платформер с примитивной физикой желания не было никакого Хотелось замутить что-нибудь максимально, насколько это позволяла игровая платформа реалистичная Для этого Мэкнер купил дорогущую камеру Ну, как купил Финансы вовсю пели ему свои романсы И Джордан пошел на хитрость Максимально оперативно провел все необходимые съемки И вернул камеру в магазин Забрав денежки обратно Главным героем во всем этом съемочном деле выступил его брательник Дэвидон Бегал, прыгал, кувыркался, в общем, выполнял все его команды Как вспоминал сам Мэкнер, братан-то был, ну, такой себе акробат Но он работал бесплатно А это было очень важно на тех порах Так что выбирать не приходилось Не забывайте, на дворе далекие 80-е Никаких там крутых моушн-кэпч и прочих приблуд не существовало Это сейчас вешаешь на актера датчики и снимаешь все его движения Вплоть до мельчайшей мимики А тогда, тогда было сложнее Будущий батя великой серии взял видак Запустил на нем снятое на видеокамеру И принялся покадрово фотографировать экран телека Это такие фотокамрип 80-х что ли На более-менее удачных фотках он обводил силуэт брата черным фломастером Затем сканировал то, что получалось И после этого уже нарезал все это безобразие на компе так, как ему было нужно Процесс, как вы понимаете, крайне небыстрый Особенно с учетом того, что и фотошопов-то всяких модных тогда не было Приходилось чуть ли не самостоятельно придумывать какое-то необходимое ПО Но когда в результате всех мытарств на руках Мэкнера уже был небольшой фрагмент анимации бегущего принца Наконец пришло осознание того, что все это не зря И что он работает над чем-то действительно стоящим Тогда, впрочем, и принца-то как принца еще не существовало Автор называл главного героя просто кид, то есть пацан А выстраивая в голове четкий концепт того, как должны выглядеть игровые уровни Мэкнер изрисовал не одну тетрадку Всевозможными геймплейными зарисовками Элементами самих уровней и прочим Годы шли, на дворе был уже 88-й И Джордан торопился как мог Так как Apple 2, под которой писалась игра Постепенно сходил на нет Еще год-другой и продавать игру будет тупо некому Никто не сможет в нее поиграть Примерно в то же самое время он осознал, что хоть игра и получается довольно крутой в технологическом плане Она скучна Скучна по одной простой причине, что кроме принца в ней никого нет Лишь куча уровней с огромным количеством ловушек Что-то нужно было решать Делать кальки с этого пацана и создавать на их основе врагов Ой, как не хотелось творцу Хотя и без клона принца Впрочем, не обошлось, но об этом позже Плюс опять-таки не хотелось сделать этот аспект игры как-то халатно Тем более, что многие другие элементы были так тщательно продуманы Но светлая идея, как это часто и бывает, пришла извне Как-то просматривая старый фильм про Робина Гуда 1938 года Мэкнер заприметил там сцену дуэли на мечах И вооружившись видиком и фотиком, он приступил к тому, что уже хорошо у него получалось По кадровой оцифровке нужного ему фрагмента И вот так вот, собственно, в игре появились довольно интересные, продуманные, хоть и сложные поединки на мечах Релиз меж тем отчетливо маячил на горизонте Пора было задуматься и над обложкой будущей игры И опять-таки, изрисовав ни одну тетрадку, автор никак не мог выбрать К слову, принц тогда все еще числился всего лишь каким-то пацаном Мэкнеру хотелось, чтобы на обложке были герои, похожие на Дайан Лейн и Киану Ривза Тогдашних его кумиров Но после долгих мук творчества, разговоров с издателями и тому подобного Вышло то, что вы сейчас видите на экране И стоит признать, что будущего Нео тут как бы, ну, нет Игра, как и планировал Джордан, релизнулась на Apple II И, увы, но ожидаемо, продажи были не очень Так как данная модель уже была при смерти Но хвала некоторым сотрудникам Брёдербунд Код был переписан и игра вышла на PC Скорее всего, многие из вас играли именно в эту версию Впрочем, перенести-то перенесли, вот только продажи все равно были так себе Однако в процессе оказалось, что игра хорошо портируется на разные платформы И вот тут-то и пришел, наконец, коммерческий успех В основном от зарубежных продаж и версий, заточенных под всевозможные игровые приставки Итак, игра вышла, о чем же она была? Ну, как не сложно догадаться, действие игры происходит в Персии До 1935 года так называли нынешний Иран По сюжету, великий султан уходит на войну А злобный и мерзкий визиришка Джафар пытается захватить его трон Визирь, кстати, если кто не смотрел Аладдина, ну и вообще не в курсе Это такой чиновник высшего ранга, особо приближенная к правителю Джафар взял в плен принцессу и дал один час на раздумья Свадьба или смерть? Так что у ГГ есть час, чтобы спасти свою возлюбленную Действие игры происходит в режиме реального времени Пацан, ну то есть принц, может гибнуть неограниченное количество раз И всегда будет оказываться в начале уровня, на котором вы находитесь А вот если не уложиться в указанное время, вот тогда усе Гамовер Как видите, из всех заигрываний со временем здесь только то, что оно у вас ограничено До путешествий принца во времени нам придется немножечко подождать Устройство уровней в игре довольно непростое Если помните, мы уже говорили, что Мэкнер скрупулезно подходил к их разработке Локации изобилуют ловушками и потайными ходами Чтобы пробраться дальше, принцу придется использовать все свои акробатические умения Прыгая по платформам, избегая ловушек, иногда решая головоломки Временами придется вынуть меч из ножен, который, к слову, вы сначала должны найти И скрестить его с мечами стражников Если приноровиться к механике, то бои становятся не слишком уж сложными Хотя поначалу может показаться иначе Кроме стражи-визиря, вам еще предстоит подраться со скелетами Которые, по сути, ну, те же самые обычные стражники, только бессмертные И с близнецом принца, который появляется несколько раз за игру И тут такая фишка Каждый ваш удар по нему отнимает у вас одно очко здоровья Поэтому если ваш двойник, или, как его еще называют, тень, будет убит То и вы того Как только оба принца вытащат мечи, следует тут же бежать к двойнику навстречу Дабы слиться с ним в одно единое Тело Среди врагов будет и сам визирь Который, ну, тот же самый стражник, только половчее да поживучее Однако умереть, конечно же, можно не только от острия меча Есть и так называемые пассивные опасности Типа ломающихся плит, кольев из пола и тому подобного Ну, вы в курсе, наверное Какой же замок без ловушек В игре присутствует какой-никакой лут Ну, например, сосуды с разными жидкостями Визуально, при первом взгляде, все сосуды одинаковые Различает их лишь цвет пара, струящегося над горлышком Красный пар, ну или дымок, черт его знает Это здоровье Синий яд А зеленый, ну, скажем так, наркота Не, ну а че, веселый такой модификатор То уровень верх ногами станет То парить начинаешь, як на парашюте Ну и меч, конечно, который тоже предстоит найти Мы уже упоминали, что игра очень хорошо поддавалась рекордингу Ну, то бишь, без особых проблем переписывалась под различные платформы Перечислять мы их сейчас, конечно же, не будем Там с ума сойти можно Вот, скрин списка вы сейчас видите на своих экранах А вот про небольшие различия между этими версиями Аааа, впрочем, пожалуй, тоже смысла нет распинаться Только на перечисление изменений в лучшую или худшую сторону Уйдет как минимум минут 15 Разве это кому-нибудь интересно? Уверяю вас, почти под каждую платформу игра была чуть-чуть, но изменена Где-то стало больше цветов, где-то музыки, анимации, новые уровни А где-то и наоборот, упрощены анимации, механики и так далее Вот так вот, благодаря своей архитектуре и таланту Мэкнера Игра стала довольно популярной и любимой по всему миру Стоит ли говорить, что сиквел не заставил себя уж очень долго ждать? Prince of Persia 2 The Shadow on the Flame Вышел спустя также 4 года, в 93-м году Первый принц был, есть и будет играбельной и уважаемой многими игрой А Джордан Мэкнер навсегда увековечил свое имя как отец великого принца Персии Ну и на этом наш рассказ подходит к концу Посему хочется задать вам вопрос А вы играли в первого принца? Может быть кому-то из вас даже посчастливилось поиграть в те далекие годы, скажем так, на релизе? Обязательно пишите в комменты, нам действительно интересно Быть может, да даже наверняка у вас есть чем дополнить наш рассказ Отдельное спасибо за ролик хочется сказать Алексею Моему давнему другу и нашему подписчику Именно он стал сподвижником выхода данного Олда Надеюсь, вы не забыли поставить лайк и подписаться А то ведь обидно Все просмотры идут от тех, кто на канал не подписан Ну как так-то, если вы смотрите и вам нравится? Ну кнопка подписаться-то ведь вот тут, рядышком, прямиком под видео Ну, подпишитесь, останетесь с нами и вас ждет еще очень много всего интересного А на сегодня у нас все Всем большое спасибо за просмотр И как всегда, до новых встреч в новых роликах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok